Здравствуйте, меня зовут Игорь Ким. Сегодня поговорим про деньги и эмоциональные блоки. Тема сегодняшнего видео – как пробить финансовый потолок. Откроем, как они между собой связаны и как влияют на нашу жизнь и наш доход. Прошу вас подписаться на мой канал. Новые ролики будут выходить каждую пятницу. Смотрите, не пропускайте. Сегодня я отвечу на такие вопросы. Как пробить финансовый потолок? Кто должен зарабатывать, муж или жена? Нужно ли работать допоздна? И как найти триггерную вещь? Как пробить финансовый потолок? Начнем с того, что такое финансовый потолок. Финансовый потолок – это твой уровень доходов, который не растет больше полугода. То есть в течение полугода ты зарабатываешь одну и ту же сумму. Это психологический барьер. Это не говорит о том, что ты не можешь заработать. У любого человека есть возможность удвоиться от своей дохода. Но из-за того, что психика подтормаживает, мы эти доходы не видим. Психика видит только те деньги, которые у тебя есть в голове. Если ты эмоционально и психологически не готов к большим деньгам, они к тебе не придут. Ты просто их не увидишь. Очень много людей, которые живут в одном городе, в одной стране, при одинаковых условиях. Один зарабатывает, а второй не зарабатывает. И это не говорит, что один умнее, а второй не умный. Это говорит о том, что у этого психика более пластична, а у другого психика более замкнута. И очень важно свою психику раскачать и сделать ее пластичней. Для этого нужно в этот финансовый потолок свой пробить. Финансовый потолок всегда пробивается за очень дорого. Почему? Потому что это субъективная оценка твоя вот этому упражнению. Нужно найти вещь, которую ты экономил, которую ты себе давно хотел купить и не купил. Это могут быть туфли. Очень часто обувь у меня так была, что я стоял, ходил по городу носками по асфальту. То есть у меня прям была дырка в подошве, и подметка прохудилась. И не было денег купить новую обувь. И у меня до сих пор триггер на кроссовках, на туфлях. Я люблю дорогую обувь только из-за того, что когда-то у меня был момент, что я ходил практически босиком. И у каждого человека есть такая штука в голове. Это то, что я не могу себе позволить сейчас. И это не нужно путать с шапоголизмом. Потому что шапоголизм – это стресс от заработанных денег. Это стресс от того, как я их заработал. А мы сейчас говорим про терапию. И вместо того, чтобы покупать себе пять пар дешевой обуви, лучше купить одну пару дорогой. Но мозг не будет воспринимать. И очень часто эта вещь стоит либо месячный твой доход, конечно, иногда двухмесячный и лучше трехмесячный. Это зависит от того, какую сумму ты ставишь себе и готов потратить на собственное развитие. Это может даже… Даже ты берешь месячный доход, допустим, или полмесячного дохода. Тогда мы сходим с кроссовок, допустим, на часы. Или с часов мы уходим на сумку, с сумки на портмоне. То есть вещь должна быть именно из лакшери-сегмента. Туда, где ты хочешь оказаться. Что это дает? Ты из уровня, допустим, образно из этого, ты хочешь оказаться в этом уровне. И тебе нужно из своего уровня, в котором ты находишься сейчас, купить вещь, которая находится в том сегменте, где ты хочешь. Это туда, куда ты можешь допрыгнуть. Что это значит? Ты берешь, допустим, свою месячную зарплату и покупаешь портмоне вот отсюда. И переносишь его туда, где ты сейчас живешь. Почему? Потому что весь твой быт, все твое бытие выстроено на тот доход, который ты имеешь сейчас. Допустим, ты зарабатываешь тысячу долларов. Весь твой быт, ты если будешь прибавлять, умножать, делить, он стоит тысячу. И когда ты придешь, принесешь портмоне образно за тысячу долларов в бытие, где ты зарабатывал тысячу, ты поймешь, что в твоем доме, в твоей квартире, это портмоне одна из самых или самая дорогая вещь, которая есть у тебя. И происходит такой рассинхрон. Как я живу, как я хотел быть. Кем бы я хотел быть. И получается, у человека открывается видение того, где он хочет. Почему? Потому что ты пощупал, где ты сейчас находишься, ты знаешь. И где ты хочешь оказаться, ты хотя бы прикоснулся. И вот эта разница потенциалов тебе даст энергию на достижение новых рубежей. На достижение новых целей поставлю. Поэтому очень важно, чтобы ты до этого допрыгивал. И очень многие люди страдают трудоголизмом. Они работают допоздна, они пашут. Этот период называется первоначальное накопление капитала. И первоначальное накопление капитала, наверное, пашут все. То есть первые 5-7 лет, когда ты покупаешь квартиру, машину, когда ты становишься на ноги, нужно пахать. И вы можете там делить, конечно, эти годы. Там год работают, два года работают. Но за это будет цена. Трудоголизм, он забирает здоровьем. Трудоголизм забирает семьей. Трудоголизм забирает у тебя детей. Почему? Потому что я помню свой период первоначального накопления капитала. Когда я лежу дома, и кто-то играет на пианино. Я не могу понять, кто играет. Спросил жену. Она говорит, это дочка старшая. Я говорю, как она играет? Потому что она же вот только пошла. Она говорит, Игорь, уже четвертый класс. То есть я 4 года просто пропустил. И это, наверное, мужская плата за это. То есть женщине, наверное, не стоит этого лишаться. Но мужчине это дается более проще, что ли. Когда у тебя начнет здоровье триггерить, когда у тебя начнутся звоночки. И первый звоночек для мужчины и для женщины, но мужчины это больше замечают, это половая дисфункция. В этот момент остановись. В этот момент иди к врачам, к эндокринолу. Вообще, если честно, лучше пораньше. Но почему-то этот момент все пропускают. Человек бежит за деньгами и забивает на семью, на здоровье свое. Поэтому, когда начинается период первоначального накопления капиталов, договорись со своей семьей. Скажи, меня не будет дома 5 лет. Скажи, я буду работать, ты согласна. И если семья согласна, ты впрягаешься и пашешь, фокусируешься только на работе. Мое олдскульное представление того, что мужчина должен зарабатывать больше. Но сегодня современный мир сложился так, что женщина порой зарабатывает кратно больше, чем мужчина. Но мужчина обязан зарабатывать на хотя бы на семейные нужды, на гигиеническую норму. Это не сверх какие-то прибыли. Это квартира, машина, бензин, еда, одежда детей, одежда супруги и своя одежда. То есть вот эти вещи мужчина должен покрывать из своих денег, сколько бы его жена не зарабатывала. Почему? Потому что когда женщина платит за себя сама, она злится. А когда женщина злится, это начало твоей веселой жизни. Как найти триггерную вещь? Как понять, что именно эта вещь, которую ты купишь, и у тебя начнутся там блага? На самом деле все в этот момент хотят гарантии. Типа я сейчас там себе куплю вот эту вещь, и ты гарантируешь мне доход. Никто тебе ничего не гарантирует. И те поступки, которые ты будешь совершать, это полностью твоя ответственность. Вообще ответственность – это краеугольный камень успеха любого человека. Выбираем, смотрите, мы делаем себе чекап. Мы пишем вот так. Сумка стоит, допустим, 100 долларов. Туфли стоят 50 долларов. Часы стоят 200 долларов. И мы начинаем чекапить все свои вещи, которые у нас есть. И делаешь, делаешь, и находишь ту вещь, которой у тебя еще нет, или которая сильно обесценена. То есть вот туфли 50 долларов, допустим. Все остальные вещи, допустим, 100. Тебе нужно купить туфли по стоимости своего месячного дохода. Ну, примерно. Почему месячного? Потому что мозг выдаст ошибку. То есть раньше ты жил на этом месяц, а сейчас ты должен потратить просто на туфли. Бывает ощущение, как будто когда ты покупаешь такие туфли или кроссовки, как будто они должны сами ходить, а не как сапоги-скороходы должны быть. Это все равно обычные туфли. И когда ты приходишь в магазин, ты можешь сделать просто для себя, знаете, такое упражнение. Не надо сразу покупать. Идешь в магазин, в самый дорогой, который у тебя есть в городе, находишь самую дорогую свою триггерную вещь, допустим, образно это туфли у тебя сейчас. Ты приходишь туда, находишь эти туфли, смотришь на них и представляешь, как ты за них столько денег отдаешь. Если у тебя повышается температура, тебя тошнит, тебе становится дурно, у тебя поднимаются эмоции, и ты агрессируешь, это именно та вещь, которую надо взять. Но если ты чувствуешь себя хорошо, увеличь цену втрое, и тебя вырвет тогда. То есть должна быть реакция. Тошнота, рвота, понос, головная боль, агрессия. Любая из этих, ты эту вещь берешь. И это называется пробить финансовый потолок. Напишите в комментарии свой чекап и выберите свою триггерную вещь. Те, кто сделал упражнение, уже или купил, или посмотрел, или выбрал хотя бы, и представил, как ты за это платишь деньги, напиши, что с тобой происходило. Тошнило тебя, рвало, голова болела, агрессия была. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на мой канал, и до следующей недели. Подписывайтесь на мой канал,